МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрген. Крик криминал-комментарий в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе Мебельная пирамида. Обманутые клиенты в поисках справедливости. Детектор лжи. Запоздалое покаяние сельского изверга. По профессии юрист. Поддельные документы за реальные гонорары. В Сатыфкарском суде начали рассмотрение уголовного дела предпринимательницы Елены Елисеевой. Столичную бизнесвумен хозяйку мебельного салона обвиняют в обмане 29 клиентов фирмы. Их ищение у них почти 7 миллионов рублей. Потерпевшие написали заявление в полицию зимой прошлого года. Они пожаловались на неисполнение фирмы своих обязательств по поставке мебели, за которые была внесена предоплата. Оперативники выяснили, список недовольных покупателей намного больше. Некоторые горожане потеряли на сделке пару тысяч. Другие лишились миллионов. По факту серийного мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемая Елена Елисеева вину полностью признала. Пояснила, мол, была вынуждена погашать старые затраты за счет новых клиентов. По данным силовиков, ее кредитные обязательства перед банками тянули на несколько миллионов рублей. Денежные средства, которые были получены от данных покупателей, как в ходе следствия было установлено, были потрачены на заказ и поставку мебели тем заказчикам, которые ранее обращались в данный магазин. Плюс часть денег и средств была потрачена директором организации на оплату кредитов и кредитных банковских карт. А также на свои личные нужды. Судья Елисеева заявила о желании рассматривать ее уголовное дело в особом порядке, без длительного разбирательства. В этом случае наказание обвиняемому снижается на треть. Часть потерпевших с ходатостом не согласилась. Никакой речи о смягчении до двух третий наказаний, мне кажется, в этой ситуации быть не может, учитывая ее циничность в поступке. И мне очень хотелось, чтобы она максимально пообщалась с теми потерпевшими людьми, с которыми не хотела ни в коем случае видеться, на звонки которых она не отвечала. И лично ответила им на те вопросы, которые у них возникли. Я считаю, что люди имеют право знать, куда делись те денежные средства, которые они либо взяли в кредит, либо зарабатывали или копили несколько лет. Потерпевшие опасаются, что предприниматель Елисеева выйдет сухой из воды, получит условное лишение свободы и никому ничего не вернет. Усть-Кломский суд вынес приговор 47-летнему жителю поселка Якоч Владимиру Ложаневу. Его обвиняли в вести за ней причинение смерти шестимесячной дочери и оскорблении стражей порядка. Подробности у Евгения Ракина. Представьтесь, пожалуйста, на камеру. Ложанев Владимир Андреевич. Сообщение о смерти шестимесячной девочки в поселке Якоч поступило в ночь на 9 марта. Медики скорость следов насильственной смерти не обнаружили. Родители уверяли, дочь умерла неожиданно, когда после бурного праздничного застолья все уже легли спать. Но страшную правду обнажило вскрытие. 9 марта от судебно-медицинского эксперта поступило сообщение, что при судебно-медицинском исследовании трупа девочки обнаружена открытая черепно-мозговая травма с переломами костей основания свода черепа. Родители Ивана и Людмила стали первыми подозреваемыми. Когда полицейские приехали в дом, хозяин жилища набросился на визитеров с нецензурной бранью. Женщина вину отрицала, сожитель настаивал. Смерть на ее совести. А вот исследование на полиграфе определило. Виновен отец малышки. Вскоре тот признался. Девочка, дескать, плакала и этим мешала спать. И тогда он заставил ее замолчать. В каком положении кисти ваши руки были? Так. Ладонью выбирали? Да. Не кулаком, а ладонью. Следствие выяснило, Людмила не раз жаловалась на рукоприкладство Ложанева полицейским. Бил он ее и во время беременности, и после рождения ребенка. Однако все свои заявления женщина вынужденно забирала. Суд признал сельчанина виновным сразу по трем статьям и приговорил к 11 годам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Прилузский районный суд признал виновным в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями лесничего Ивана Кукольщикова. По версии следствия, он должен был контролировать объемы вырубки деревьев и в случае выявления несоответствий составлять документы и наказывать нарушителей. Однако в августе 2012 года он почему-то не заметил одно из явных нарушений, хотя по космическим фотоснимкам было видно, в каком месте заготовитель перешел границы делянки. Он использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Внес в официальные документы в акт осмотра мест трубок заведомо ложные сведения. То есть в графе, где нужно было указать имеющиеся нарушения на делянке, он указал отсутствие нарушений. Обвиняемый вину признал, сказал, что данное нарушение не внес в акт осмотра мест трубок, поскольку фактически им делянки не осматривались. Еще один приступ служебной невнимательности случился у таежного смотрителя в июне 2013-го. Лесничий составил акты об отсутствии нарушений по результатам проверки делянок, которые были выделены для заготовки древесины его сыну, индивидуальному предпринимателю. Суд признал Ивана Кукольщикова виновным и оштрафовал его на 90 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Жительницы Микуни не поделили мужчину. Две ранее судимые женщины поссорились во время распития алкогольного суррогата. Одна из них схватилась за нож, вторая чудом осталась жива. Подробности дамских страстей в репортаже Наталья Литкевич. Утром 5 января в квартире 53-летнего жителя Микуни собралась компания. Сам хозяин Александр, его двоюродная сестра Мария, которая, несмотря на родство, была с ним в интимных отношениях, и ее 58-летняя подруга Татьяна. Прикупив в магазине лапшу быстрого приготовления и 11 пузырьков спиртовой настойки боярышника, собутыльники устроили скромное застолье. К концу 10-го флакончика женщины разругались. Даже особо не было никаких, как скажем, ссор. Просто одна приревновала другую к хозяину квартиры. После чего взяв со стола кухонный нож, нанесла три удара в область спины. Потерпевшая сидела за столом спиной к подозреваемой. Александр, видя, что события приняли неожиданный поворот, выбил нож из рук Татьяны и бросился на помощь раненой любовнице кузине. Пока он укладывал Марию на кровать, пенсионерка сбегала к соседям и попросила вызвать скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу, а ее обидчицу забрали в полицию. Примечательно то, что эти женщины ранее были судимы за убийство. Они как раз при помощи кухонных ножей убили своих мужей и отбывали наказание в одном исправительном учреждении, в Ивановской области. И они там познакомились и после освобождения поддерживали связь между собой. Сейчас жизнь потерпевшей Марии вне опасности. Ее бывшая подруга Татьяна арестована. Своей вины она не отрицает, заверяет, убивать не хотела. Татьяна арестована схватилась за нож, чтобы остановить приятельницу, когда та накинулась на нее с кулаками. За покушение на убийство, именно так квалифицировало ее действие следствия, ранее судимой женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сыктывкарский суд вынес переговор Татьяне Смирновой. Мать троих детей обвиняли в мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, под благовидным предлогом оказания юридических услуг, она обманула двух столичных бизнесменов на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. Впрочем, подсудимая свою вину напрочь отрицала. Сейчас ее проверяют на причастность и к другим хищениям. Репортаж Таисии Шляхтиной. В виде отдельности документа, разрешая сторонам Существа Василия. Смирнова совершила два факта мошенничества. То есть хищение чужого имущества путем злопотребления довериям особо крупным размером преступления в совершенных преступлениях обстоятельствах. На редкое в судебной практике предложение присесть во время оглашения приговора, как и следовало ожидать, отреагировали все присутствующие в зале заседания. Кроме подсудимой Татьяны Смирновой. Она простояла больше двух с половиной часов. Было непонятно, зачем ей такое напряжение, учитывая, что недавно она родила. Выпускница юрфака СГУ попала последствия два года назад. Заявление в полицию написал сыктывкарский предприниматель, которому она с 2008 оказывала юридические услуги, представляя его интересы в судах и госучреждениях. У бизнесмена появились сомнения в результатах ее труда, якобы выигранных многомиллионных исках и приобретении для него складских помещений. Была проверена вся полная информация от всех госучреждений обитражного суда, Сыктывкарского городского суда, ИФНС, казначейство, совокупность ответов которых и позволили сделать вывод, что даже не то, что в суд не обращались, даже госпошлина не оплачивалась. Ну о чем это? Это же тоже о многом говорит. И когда это все было проанализировано, все пришли к шоку. А что делала два года наша осужденная с теми документами, которые ей были представлены? Необычным делом занялось следственное управление МВД по КОМИ. Полицейские выяснили, за два года Смирнова получила от своего доверителя полмиллиона рублей, якобы, на текущие затраты поведения его хозяйственных и судебных дел. В реальности деньги оседали в ее карманах. Денежные средства обвиняемого получала от потерпевших под различными предлогами. Это и приобретение авиабилетов по маршруту, как правило, Москва-Сыктывкар для представления интересов Верховному суде России. Это оплата государственной пошлины в достаточно большом размере, там порядка 300 тысяч рублей приобретения складских помещений. По данным следствия, для придания видимости бурной деятельности Смирнова показывала клиенту фиктивные документы. Свидетельство о государственной регистрации права собственности, якобы выданное арбитражным судом, а на самом деле фальшивка, напечатанная на чистой странице чужого исполнительного листа, демонстрировало бизнесмену несуществующие решения судов и предписания антимонопольной службы, по которому фирма-конкурент обязана безвозмездно передать бизнесмену 2000 коробок с кондитерскими изделиями под реализацию. Обвинение в мошенничестве фигуранка полностью отрицала. Полтора миллиона рублей, которые юрист в 2011 году попросила у бизнесмена на покупку квартиры, кредитор посчитал краткосрочным займом. Она же уверяла суд, что это был возврат долга и гонорар за многолетний бесплатный труд. С 2007 года она оказывала свою готовую услугу в части того, что участвовала в нескольких арбитражных спорах. Суммы были небольшие, за период 2007 года за эти арбитражные дела с ней вновь не рассчитались. Она периодически просила оплатить ее услуги за проделанную работу. Потерпевшим не отказывался оплатить, но говорил, что надо потерпеть, и в ближайшее время они рассчитаются. Следствие выяснило, Смирнова за свои услуги по договоренности с предпринимателем должна была получать 10% от возвращенных сумм. Но в реальности за все эти годы выигранных исков не было. Пускала пыль в глаза и другим клиентам. Весной 2013-го она пообещала помочь приобрести им ликвидную коммерческую недвижимость в Сыктывкаре. И под этим предлогом получила от них почти полтора миллиона рублей. Когда и эти обманутые клиенты обратились в полицию, вернула им 900 тысяч. Вместо того, чтобы понять, простить и отпустить, они наоборот стали настойчиво ее изобличать. Предоставили суду видеозаписи переговоров с нею и сняли в конце декабря на камеру телефона, когда она, будучи под домашним арестом, нарушила запрет и вышла на улицу. Учитывая, что подсудимая была на последние месяцы беременности, в СИЗО ее отправлять не стали. Гособвинитель просил суд назначить ей исправление в колонии. Суд, кроме троих детей, учел Татьяне Смирновой, наличие серьезных заболеваний и свободы на 6 лет лишил условно. На три года запретил заниматься юридической деятельностью и оштрафовал на 250 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. Очередной обзор криминальных событий региона во вторник проведет Таисия Шляхтина. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова